добрый день дорогие зрители и гости моего канала с вами Виктория Снежная и это уютный вечер давайте мы с вами посмотрим что же появилось у меня за эту неделю поговорим о делах насущных и поделимся какими-то своими переживаниями спустя два месяца ко мне с Али приехала вот эти вот два лота это волосы для куклы и вот это наклейки наклейки кстати прям такие знаете прямиком из моего детства то есть рисунки современных мультиков а исполнение наклеек именно как раз прям школы веет прям второй класс Анна и Кристоф Снежное сердце Снежное сердце холодное сердце свинка Пепа феечки которые именно эти диснеевские непонятные аниме девочки София кстати попыталась посмотреть хоть одну серию что-то как-то не вышло не помню что за девочка это девочка-клубничка или что-то типа того Май Литл Пони поняшечки принцессы Диснея Хэллоу Китти господи как их так показать чтобы они отсвечивали Хэллоу Китти и Барби Барби Сколько их наверное штук 10 этих микро стикеров стоил около 100 рублей может там 100 с копейками Попытаюсь оставить ссылку внизу в описании попробую его найти и вот спустя два месяца они ко мне приехали Смотрите какая синтетическая кисточка синтетическая капна волос Это волосы для куклы если вы помните то у меня есть китайская такая жесткая подделка на Анну из холодного сердца и у меня все чешутся руки переделать ее во что-то более интересное потому что у нее огромная-огромная лысина Вот и приехали вот такие вот волосенки смотрите как их много вот для куклы осталось теперь только это все как-то аккуратненько прикрепить в несколько там да как я понимаю рядов все это в голове куколки И чтобы она была такая вот волосатая очень интересная штука никогда с этим не сталкивалась Результат если он меня более-менее устроит я покажу наверное вам в инстаграм или в каком-то следующем видео Господи а кукольники с этим постоянно работают Фаберликовский заказ Продолжая линейку ICU разработку линейки косметики двух фирм корейской и российской я пополнила свою так сказать вот эту коллекцию кремом ICU Bird's Nest Active Cream активный крем для лица Главный компонент этого крема экстракт гнез салангама Он призван ценнейшим косметическим ингредиентом питающим увлажняющим и оздоравливающим кожу Содержит большое количество аминокислот а также важных для клеток эпидермис макро и микроэлементов калий, фосфор, железо, натрия, магний и кальций Витамин B3 еще помогает бороться с пигментацией, угревой сыпью и следами от акне Вот прям то, что доктор прописал Буду активно пользоваться и вся линейка ICU очень хорошо подошла моей комбинированной коже Она очистила просто вот под корень, так сказать, весь ороговевший слой И новая кожа, которая как-то восстановилась, выглядит намного-намного лучше И очень хорошо, реально убирает постакне Вот прям линейка, знаете, на которую вот так вот смотришь, ты можешь, господи, не испортите Пожалуйста, только не испортите Две зубные пасты от Faberlic Кстати, вот таких утюбиков нам хватает вообще ненадолго Но эти были даже по акции, поэтому я взяла два Мягкое отбеливание и Сила минералов Волосы Шампунь для волос, питающий уход Который интенсивно очищает волосы от любого, значит, загрязнения Плюс питает и в составе содержатся аминокислоты, которые тоже должны благотворно влиять на волосенки Но... Ой, какой приятный аромат Вот запах у него прям 10 из 10, ребята А по поводу того, как будет, я думаю, что это стандартный хороший шампунь от компании Faberlic Питание с аминокислотами, питающий уход Все супер Очень люблю смешивать, кстати, вот эту маску с любыми другими бальзамами Потому что для того, чтобы ваши волосы расчесывались хорошо, ее нужно немного Так что беру какую-то другую маску, смешиваю и наношу на волосы, и потом все просто супер Парфюмированный дезодорант для мужчин Прям мужиком повеяло Аминок здоровский, прям здоровский Древесно-фруктовый пряный аромат Слушайте, надо присмотреться к парфюму от этой линейки Знаю, он есть Вот следующий заказ обязательно нужно кинуть Знаете, прям такой аромат молодого спортивного парня Такого прям подкачал Два декоративных средства Это коричневые, чуть-чуть с шиммером тени для век в таком вот стике Это новая линейка спорт и пляж в номере 5682 А вот это, это рассыпчатые тени, матовые, монотени для глаз 5361 светлый оттенок И по пигментации они, конечно, лучше ложатся на базу, чем сами по себе Если этот продукт достаточно самостоятельный, то вот этому требуется помощь Во времена моего детства были популярны у бабушек всякие бальзамы в виде битнера И звездочка Но только это было не бальзам, это была мазь Вот эти два средства, мне кажется, помогали тогда у всех вообще в 90-х И что-то как-то это все навеяло мне Вообще вот эту вот тему с бальзамчиками Я взяла себе три вот такие бутылки по 180 мл Легкость дыхания, малиновый сок, солодка, чабрец, алте, эхинацея Острота зрения, яблочный сок, сок черноплодной рябины, черника, эхинацея, чабрец И сила иммунитета, яблочный сок, суданская роза, шиповник, череда корица Буду попивать, буду куда-нибудь добавлять Если вдруг будет какой-то чудо-эффект, напишу об этом пост в инстаграме Ну как чудо-эффект? Я ожидаю просто, знаете, поступление витаминов в организм Отсутствие болезней и, возможно, какого-то облегчения состояния и поднятия тонуса Вот это то, чего я ожидаю То есть там, не знаю, того, что у меня вырастет третья рука, это, конечно, навряд ли А так посмотрим Эй, кто сегодня у меня в гостях? Сегодня у меня в гостях персик Сегодня мы ночуем вдвоем Вдвоем мы сегодня с тобой ночуем, потому что наш папка уехал по делам Да-да-да Это нечто, а не пес Это такой ребенок За ним, конечно, нужен глаз да глаз Ему нужно очень много внимания Но, ребята, собака – это, конечно, вообще Это что-то нереальное, особенно именно щеночек Вот, знаете, это такие противоречивые чувства С одной стороны, это бесконечная любовь Это море эмоций Это просто вот, это зашквал любви Да, зашквал любви А с другой стороны, это постоянный контроль Это постоянное такое мягкое, плавное воспитание Это куча каких-то тонкостей, нюансов Но это любовь Это все равно любовь Это сладкая любовь Это сладкая любовь приехала ко мне из Тулы Ну как, мы сами за ней ездили с супругом в Тулу Вот, в питомник Забрали этого золотистого ретривера Да Лабородорчика маленького Теперь этот сладкий с нами живет Ну как с нами Мы делим его с мамой В какие-то дни он тусит у мамы И в какие-то мы забираем его к себе Так что он живет на два дома Любим Холен Его зовут Персик По документам у него имя Цейгар Мама называет его Кипер Так что каждому своем Но для меня он Персик Потому что Ну потому что ну какой он вот тут все остальное Он же Персик Он же Персюлька Персюлька Сладкая Персюлечка Дома, конечно, появилась куча пеленок Сейчас мы занимаемся подбором корма Потому что Он такой немножко привередливый парень И много сейчас не ест Ну плюс, наверное, все-таки теплый сезон И он еще достаточно маленький Вот Так что если у вас есть какие-то советы, рекомендации Опыт по взращиванию маленького чиха То напишите что-то в комментариях Я обязательно прочитаю Приму к сведению Он уже привит Там проглистогонен Отблох обработан Ну то есть Вот эти вот все базовые вещи Да, они проведены Если есть какие-то еще рекомендации То я жду от вас Мне уже написали, что К 7-8 месяцам он начнет потихонечку Уходить в туалет на улицу И возможно тогда Можно будет выдохнуть Но это пора Придется на конец лета только Так что все лето Нужно провести с пеленками Мне тут недавно спросили Причем как-то так, знаете, с какой-то претензией Типа Виктория А где ваш супруг? И знаете, вот эти люди Они меня так прям вот удивляют Своей непосредственностью в подобных вопросах Типа если У меня давно в видео Нет супруга То значит они разошлись Значит они развелись Значит Значит там есть какая-то темная страшная история Которую она не хочет выносить на свет Нет, ребят Все намного проще Мой супруг никогда не горел желанием Сниматься в видосах Его толком никогда не мелькало И совместных фоток тоже Каких-то в сеть Толком не выкладывалось Так парочку там, парочку тут И все как бы далеко не на постоянной основе И в принципе вообще ничего не поменялось Ничего такого удивительного нет И спешу вас Вот кто это спрашивает Разочаровать Супруг на месте Он как бы рядом Мы не развелись Все нормально Мы живем А теперь немножечко о грустном Зашла на канал ASMR-мании По звоночку, так сказать Своей хорошей знакомой И увидела там очень грустную новость Что Олеся под ASMR Которой я засыпала Все три года Козельска Которая спасала меня Своей вот этой теплотой Заботой и нежностью В эти суровые В невыносимые три года Она тяжело заболела У нее рак Лимфома И все, что мы можем сделать Это выразить ей свои слова поддержки И помочь финансово Поэтому если вы фанат ASMR-мании Если вы не можете Наблюдать за тем Как борется за жизнь Человек, который Прикладывал много сил Чтобы внести в вашу жизнь Частичку спокойствия Убаюкать вас То я оставлю ссылку На ее канал Вы там зайдете в раздел Сообщества И сами прочитаете Вот ее сообщение О ее диагнозе Какое-то, может быть, видео Она запишет Ну, через какое-то время Но вот пока что Ей, конечно, не до этого Даже вот, блин Это страшно Это страшно Когда ты такой живешь-живешь Живешь-живешь У тебя есть какой-то быт Жизнь Что-то ты делаешь Хобби, увлечения А в один прекрасный день Тебе говорят, что Извините, у вас рак У вас лимфома И, ну, лечение Есть, да По статистике Даже что-то там Около 80% Излечиваются Если это не запущенная стадия Но Это все равно Очень страшно Поэтому все, что мы можем сделать Это поддержать Олесю Ссылка внизу Давайте немножко Чтобы расслабиться Просто поговорим О делах насущных Пытаюсь выбрать шкаф Шкаф под одежду Вот в эту комнату Склоняюсь К двум вариантам Вариант номер один Это Икея С комбинированной Пакс Но Меня смущает Наполнение В плане полок Мне нужно Как можно больше полок А Икея Больше предлагает Вариантов со штангой Да, я знаю Что наполнение Там можно менять Но все равно Что-то, мне кажется Мне будет мало Могу ошибаться Это надо смотреть Наверное, вживую Потому что Какой-то такой, знаете Мелкая одежда У меня куча И Второй вариант Это в местной фирме Заказывать шкаф-купе Белый И Возможно Это выйдет даже подороже Вот Поэтому Я пока не знаю Я в раздумьях Вот шкаф Шкаф Это какое-то дорогое удовольствие Необходимое Но Дико дорогое Потому что Покупать что-то такое Знаете Одноразовое И на отье Как-то Вот Ну Не очень хочется При этом Вкладывать деньги Ва Что-то такое Прям А-ля Там 100 120 150 Тысяч Нет Это сейчас Не ко мне Поэтому Разговор идет 30-40 тысяч И вот Я вот думаю Икея Или местная фирма Честно говоря Не думала Что Шкаф будет Такой проблемой Но Что хорошо В местной фирме Можно нарисовать Абсолютно любое наполнение Абсолютно любое То есть Какие полки нарисуешь Какие штанги нарисуешь Вот так тебе все и будет Это очень удобно Конечно Также Что-то меня прям Посетила Такая знаете Тотальная мысль Что надо бы Надо бы Наконец-таки Провести прям Генеральную уборку Тотальное расхламление Во всей квартире И наверное Я Сейчас после этого видео Начну этим заниматься Начну с кухни И потихонечку Потихонечку Вот Дойду до Других каких-то комнат И в прихожку Решила заказать себе Из Икея Систему хранения Для кладовки На Хэ Как-то называется Вот Шесть С копейками Она стоит Вот Такой стеллаж Многоуровневый Очень Даже сейчас Нам туда не помешает И он Он хорошо Впишется в секцию В прихожку Ну хорошо Не в смысле Там эстетика Какая-то А именно Размеры подходящие И позволит Все инструменты Мужа Как-то вот Скомпоновать И привести Во что-то божеское Двадцать четвертого Двадцать четвертого мая Было ровно Девять месяцев С того Как я устроилась На ту работу На которой я работаю Это знаете Такой Уже достаточно Большой период За который ты можешь Подвести определенные Итоги И мне кажется Что у меня Очень много денег Уходит Непонятно куда Вот И как-то Меня это Начинает Немножко Напрягать Потому что Я вроде Неплохо зарабатываю Но я не вижу Особо этих денег Но благодаря своей работе Мне удалось найти Очень Приятных Близких мне По взглядам По духу Людей С которыми я Могу чудесно провести Свободное время Куда-то сходить Погулять Поговорить И Я очень ценю это Потому что Чем старше Ты становишься Тем Меньше Вокруг тебя Становится Приятных Людей Друзей И Я рада Что На этой работе Мне удалось Найти Несколько Человек Для себя Это правда Очень Очень Меня греет В июле У меня Планируется Отпуск Наверное Надо записаться К стоматологу Наконец-таки Немножко Починить машинку И Разговести Какие-то Завалы дома Но до июля Правда Еще У нас впереди Весь июнь И вот это Последняя Неделя Мая Поэтому Ну еще Две недели Июня То есть Два месяца У меня до отпуска Еще два месяца А у нас на работе Два месяца Это Это еще Все то Что нужно Пережить Мне так тяжело Собраться с силами Чтобы смонтировать Ролики Ну потому что У меня два выходных И ты делаешь Все возможные Домашние дела И У тебя есть Время отснять Ну совершенно Нет времени На монтаж Господи Монтаж Это какое-то зло Я надеюсь Что мне удастся Сверстать эти видео Так Чтобы выложить их Может быть На одной неделе Может быть Как-то На две недели Максимум Растянуть их Потому что Сейчас такие перерывы Без видосов На ютубе Я от этого чувствую Тотальный дискомфорт Вот Просто Просто вот Не хватает сил Даже когда есть Хотя бы Час времени Казалось бы Ну потратить ты его На монтаж У меня нет сил Зато Последние 9 месяцев У меня абсолютно Отсутствуют проблемы Со сном Потому что Со сном Потому что Я Ложусь Отрубаюсь И все Причем Отрубаюсь я моментально Я Уже в планшетные игры Какие-то на телефоне Не играла Все эти 9 месяцев Вот сейчас Когда буду заниматься Расхламлением Буду заниматься Прям любимым Своим таким делом Этапом Это освобождение Всего чего только можно От коробок Ну то есть Например дома Да Я естественно Не храню там Все вот эти вот Крема в коробках Там Не знаю Растворы для линз В коробках Даже запасные Я всегда Все это сразу Освобождаю Друг от друга И Коробочки Все эти Выкидываю Кстати В iSeul Баночка пластиковая Она выглядит здорово Как будто стеклянная Но она Пластик Я уже кстати Попробовала Крем Прям такой Легкой текстуры Быстро впитывается Вообще Никакого дискомфорта Теперь посмотрим На долгоиграющий эффект И Доходит иногда Вплоть до того Что Я Сдираю Этикетки С Средств для мытья Посуды Что-нибудь такое Вот Прям информационный фон Становится Намного тише Сейчас Сейчас Нужно На кухне Очень много Посуды Перемыть Не потому Что она Грязная От еды А потому Что Муж Выпиливал Стол Собственными руками Полноценный Такой стол Из фанеры И в итоге На кухне Куча вот этой Мелкой Фанерной Пыли Стружки И так далее То есть На полу Мы все это Подмели А то Что Витало В воздухе Я села На посуду Оно Все осталось И Это прям Боль Потому что Перемывать Чистую посуду Это все равно Ну очень Трудозатратно Ванная Ванная Это вообще Отдельная тема Я очень люблю Избавляться От лишних Пузырьков Это когда Заканчивается Один шампунь Другой Ты переливаешь Их в одно Единое Вот это вот Средство И в итоге Столько Всяких Банок Таким образом Освобождается Мыло Гели для душа Вот Идеально Вообще И вот Пузырьков Потом Раз Два Три Четыре Все А не вот Эта гора Непонятно Чего В пятерках Сейчас Акция Благородное Яблоко Сок Рич 29 за 1 Очень вкусный Сок Особенно Яблочный Милая Бутылка Жалко Что она Отправляется В мусорку В Калуге Ничего Не делается Для того Чтобы это Все Грамотно Перерабатывалось И меня Это Прям Что-то Знаете С прошествием Каждого Какого-то Периода Месяц Два Меня Это Как-то Коробит Все Больше Потому Что Тема Мусоропереработки Очень актуальна Она Поднимается Сейчас На Уровне Государств Она Пропагандируется В соцсетях И ты Такой Да Я хочу С вами Я хочу Присоединиться Ко всему Этому Но Что я могу Сделать Многоразовые Мешочки В магазинах Что я могу Сделать С вот этой Вот Переработкой Мусора У нас Даже Раздельного Собирания Этого Мусора Нет И вот Это Как-то Прям Блин Заставляет Задуматься У меня Прям Покой Не дает Этот Бальзам Именно Острота Зрения Хотя бы Понюхать Его Попробовать Лизнуть Его Вообще Можно употреблять Вот Не размешивая С чем-то Очень по запаху Похож на Лекарственный Сироп Добавить Одно-две Столовые Ложки В чай Воду Или Любой Другой Негорячий Напиток Ух В чистом Виде Очень Ядреная Штука В чистом Виде Прошибает Так Прошибает Я вам хочу Сказать Поэтому Да Размешивайте Их Спасибо Большое За просмотр Всего вам Доброго Уютного Не забудьте Поддержать ASMR Ссылка Внизу В описании До новых встреч Пока Пока Субтитры